итак продолжаем движение четвертая серия красноярск иркутск комментарии по ходу движения будут чуть позже сейчас отвечу на вопрос путника 81 пишет рано еще радоваться за мост в якутске ответ был неоднозначный нужно посчитать выгодно ли будет строить мост и какой будет эффект для региона от постройки а то что люди там учиваются это не в счет по вопросу строительства моста через реку лена от якутска к нижним обе стиху я писал на прямую линию с президентом года четыре подряд в разных форматах и аудио и письменно ответа так не дождался у меня серьезное подозрение что он даже не видел да не то что подозрение я уверен что он просто не видел эти послания эти вопросы ситуация на самом деле очень непростая потому что в межсезонье попасть на федеральную трассу из якутска невозможно летом там еще на паромах можно переправлять грузовики и легковые автомобили зимой по зимнику ночью ситуация очень тяжелая и я разговаривал с местными жителями у них такой вот особенность поедем на материк это значит будут переправляться через лену на к федеральной трассе к нижним обе стиху повторю что я неоднократно писал ответа не было но здесь я просто от радости был на седьмом небе наверное лично для меня мост жизни мне уже не придется пользоваться в якутске уже никогда не буду поэтому я очень обрадовался когда этот журналист задал этот вопрос про мост мост на самом деле крайне необходим потому что связаться с восточной частью якутии крайне проблематично якутиянам имею ввиду вроде бы тянут федеральную трассу от от братска по моему но на каком этапе какая стадия этой трассы я не знаю честно говоря но тянут федералку туда но все равно это не решит проблемы так как с востоком россии связь будет по-прежнему проблематичная но то что теперь у государя государя на столе скажем так эта информация вот я думаю что решение будет принято в ближайшее время и мост будет построен надеюсь увидеть хотя бы по телевизору этот момент и второй вопрос который я задавал это экологическая обстановка в Ачинске ситуация просто катастрофическая проезжая через город это занимает насколько там сам наверно помнишь минут 15-20 но во рту остается привкус этого металла еще очень длительные время и на торпеде идет на панели оседает такая белеса какая-то пыль что ли но пока этой информации у президента на столе я полагаю нет ну надеюсь что даже вот этого времени когда кто-нибудь задаст вопрос о том чтобы навести порядок с экологией в Ачинске очень тяжелая очень тяжелая обстановка не экологи не бьют в колокол не другие общественные организации об этом не поднимают вопрос но может быть поднимают но по крайней мере я не вижу чтобы средства массовой информации активно водорожили эту ситуацию ну были другие вопросы но эти два самых главных вопроса и один слава богу уже лежит на столе у государя и думаю что этот вопрос будет недалеком будущем решено тем более что проекты как выступал глава якутии уже давно готовы а эффект эффект будет просто потрясающий так ну а то продолжаем движение что ли но и как и а и и и и и и и и и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Условия движения очень непростые. Ледяная дорога, разметки практически не видно. Но надеюсь, что в вылет уже принят новый регламент по дороге, новая цветовая гамма. Потому что под белым снегом, под белым льдом не видно как таковой самой разметки. Нужно использовать различные цветовые гаммы. И об этом уже прошла информация по средствам массовой по СМИ. Прошла информация по СМИ, что рассматривается или уже рассмотрели вопрос о новой цветовой гамме дорожной разметки. С правой стороны остался позади населенный пункт Юрты. Дальше впереди населенный пункт справа по ходу Бирюсинск. С левой стороны Тайшет. Но трасса проходит между населенными пунктами. Не через населенные пункты, а в объезд. Поэтому картинки об этих городах не будет. Но они останутся в стороне. Продолжение следует... День клонится к закату. На горизонте не очень радостные облака, скажем так. Условия движения, сами можете наблюдать, очень непростые. Хорошо, что еще видимость очень хорошая. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Вз colleagues hucarica 17 месту! В Монка Условия цифровь И подтягиваем На�помке Редактор субтитров А.Егорова обломка 16.50 Обратите внимание, что большие грузы в основном две... Солнце у нас в Иркутске. 17.08 То есть через... 18.08 Что больше грузы двигаются в основном группами, колоннами. Редко в одиночку. Хм... 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 Продолжение следует... 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 дымка пелена. Очень плохо видно дорогу. Поэтому двигаться по трассе предпочтительно только в светлое время. Улететь с трассы в Кювет. Полететь в Кювет в тёмное время с такой трассы очень просто. С левой стороны по ходу железнодорожная станция Транссибирской магистрали. Разгон примерно в полу километре. Много времени сегодня потеряли. На вопросы с незамерзайкой. На плохую трассу. Где скорость у нас была 10-30 км в час. Не знаю. Если погода, дорога наладится, может быть проедем чуть дальше. А если будет так же, то нужно будет тормозить где-то. Начевка по всей вероятности будет Нижнеодинской. Продолжение следует... Видимость временами отвратительная. Кто включил аварийку? В таких ситуациях, когда плохая видимость включается Сколько видимости у нас? Метров пятьдесят? Тридцать. Метров тридцать, наверное. Все осветительные приборы, аварийка, протеотуманка Все. Извините, что видимость загрузки? около 30 метров встречные фуры проезжают вообще ничего не видно сложные условия движения ну и когда у нас это закончится там уже нормальная дорога нужна так Фура ты что творишь-то вот как-то так еще раз кто можно тебя найти а 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 Те, кто это чистил, конечно, нам должно быть получше видно. На ближших автомобилях видимость гораздо лучше, они высоко сидят и далеко глядят, но на маленьких машинках, конечно, особенно движение очень сложное. Далеко впереди населённый гляд. Те, кто-то встал. Те, кто-то встал. Далеко впереди населённый пункт Алмазай. Одновременно это железнодорожная станция Транссибирской магистрали. Транссибир с левой стороны по ходу движения. Транссибирской магистрали. Руслан Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 наверное, то есть все видно а из-за этого большегроза он идет, поднимает эти вихри ни черта не видно сейчас вот обошел его и сразу все стало видно так, зайти в этот ну да, уже все солнце село, уже начинает потихоньку смеркаться а, нет, Алзамай Алзамай у меня сейчас слева да вот посмотри по карте, пожалуйста от Алзамая до Нижнеутинска 75 это по прямой рисует но это все мелкое ну вот буду настраиваться нацеливаться на Нижнеутинск сейчас вот все, снежок закончился нет еще он же ну, у меня Алзамай сейчас слева ну, он в стороне Алзамай этот ну да, вот они они совсем мелкие первомайский тоже ни о чем совсем да не, я же говорю я же говорю закончился этот снег все видно я думаю, что я думаю, что до Нижнеутинска дотянуло это по прямой ну, это не по данным не по... не по... алло 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 все, не алло все, не алло Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Нет, мне сейчас уже до Нижнеудинска километров в час, секунду У меня в Нижнеудинске поворот навигатор рисует и до поворота 76 километров Да, посмотри, пожалуйста, какую лучшую выбрать мне проехать Нижнеудинск или перед ним остановиться Не хотелось бы крутиться туда, ну, вперед-назад И этот, смотри, я еще, ну, мне позвонил клиент по поводу доставки, адреса и так далее Смотри, ты не помнишь по памяти село Мамоны, по-моему, до Иркутска или за Иркутском? Ну, не клади трубку, сейчас я точно посмотрю, что он в смс-ке написал Алло, да, Иркутский район, село Мамоны Ну, возможно, я просто не помню, один раз всего лишь там был Может быть, я, кстати, по-моему, я там останавливался перекусить эти позы Да, Нижнеудинка, инфраструктура и что-нибудь поинтереснее, по-лучше Да, может, модель какой-нибудь набрать, или там что-нибудь такое Да и на карте, что ли, смотришь? Не в этом, не в Яндексе Забил просто Нижнеудинск, Мотель Ну, да Ну, если Магистраль называется, то, наверное, прямо на трассе находится Оценка Это так себе на самом деле Ага 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 Ну, да, Магистраль, похоже Самый такой подходящий Подходящий Ты пропадать начинаешь Пропал Так, 69 километров Так, как там? Нижнеудинск, Мотель, Магистраль Облачную зону Темнота Темнота Остала Если выехать из этого облака Еще светло будет более-менее Так, что у нас впереди Приближайшая Замзор Впереди слева Камышет Также дальше слева Остальное все совсем мелкое Но и Нижнеудинск Нет, надо аккуратно тянуть до Нижнеудинска Аккуратно, спокойно Ориентировочно за час должны будем доехать Может чуть меньше Думаю, что сегодняшний участок До остановки будет немного сложноватый Сложный Нижнеудинск 584-двыброска Слева санкзор 2 километра Дружище, подскажи, пожалуйста В Нижнеудинске Есть какой-нибудь хороший Мотель, стоянка Где можно остановиться? Я не в курсе, я не знаю Понял В принципе Облака закончились Месяц видно Но уже темновато Дальше Так, 600 километров Нам ориентировочно до Нижнеудинска Ориентировочно 50 километров С нашей скоростью Минут 40, наверное Опять мелкий снежок пошел Видимость Метров 300-400 На такси скорее всего Либо подвезёт, либо на такси Ну а что там от Мамонова далеко? Да ну на такси доеду Это если на вокзале передавать что ли или что? Ты мне лучше скажи, это завтра можно обсудить Ты мне лучше скажи по поводу Нижнеудинска Вот этот вот модель Магистраль По ходу моего движения Где он? До Нижнеудинска За Нижнеудинском С левой, с правой стороны Забей, знаешь как? Прям на Магистраль Ага Ага Ну я понял Прям там Не просто вот найти где остановиться Ну и перекусить Кухня, говоришь, плохая там, да? Алло 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 надо фару ему протереть нет я сказал 20 1648 Я знаю, что я сегодня узнал, что оказывается, оказывается, гиргизы нападали на Россию когда-то. Я что-то не знал, что гиргизы нападали. Вот, говорят, китайскую стену построили китайцы, но при исследовании обнаружилось, что бойницы стоят в сторону Китая. В общем, бойницы ставят в сторону страны-агрессора. Значит, славяне защищались. Ставрополя? Это где-то на югах, по-моему. На югах где-то, по-моему. Да, чисто. Хоть глаз выколи. Да, 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 свободно Ну вот сейчас вот едем Вот сейчас пока машин нету Как ни сзади, ни спереди Вот одна появилась Сейчас Вот мы проехали мимо друг друга И опять впереди никого нет Вот еще одна появилась Оп Нет, пока не еду Сейчас, секундочку У меня еще 30 км до поворота Еще рандом Да, я думаю, даже меньше 20 км может быть Я еду со скоростью 80-90 км С левой стороны станция УК Не, аккуратно На Транссибирской магистрали Знаешь, такое ощущение, что она сейчас сухая Разметку видно, дорога сухая Уже вообще непонятно Да нет, 30 км рано Тем более для такого городка Вот налево у меня поворот на УК Видишь там Так, что там впереди До Иркутска 534 Да, это тастит, даст Мишу Второй поворот Ну, видимо, с двух сторон заезд Город Алло, ты здесь? Блин, я сейчас лопну как капитошка Как капитошка лопну Лопну как капитошка Лопну как капитошка Ладно, не заморачивайся Выражение такое А, да-да-да 10 часов Это в Москве Сколько времени будет? 11 вечера О, я глубоко спать уже буду Короче, утром будет Спит, да? Устал Ну да, если у него Если у него мультики включены Он и не уснёт Может ему сказку включить Хорошо Ну, я остановлюсь Сначала позвоню Потом буду всё делать Впереди уже видны огни Нижний Гузенск Справа по ходу Населённый пункт Курята Федеральная трасса Р-255 Сибирь Впереди так же Постопады через Странсибирскую Железнодорожную Магистраль Ночёвка Как я уже Говорил Нижний Гузенский Движение По Нижний Гузенский Будет Без ускорения С оригинальным аудио Ну а комментарии О Событиях Далее В следующей серии Курίν В следующей серии Продолжение следует... 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 Возьмем фермер с правой стороны. Ориентируемся на фуры, где их много. Возьмем фермер с правой стороны. Возьмем фермер с правой стороны. Комплекс какой-то. Возьмем фермер с правой стороны. Возьмем фермер. Возьмем фермер. Возьмем фермер с правой стороны. Возьмем фермер с правой стороны. Возьмем фермер с правой стороны. Возьмем фермер. Возьмем фермер. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...